добрый день уважаемые трейдеры приветствую вас в ходе нашего очередного вебинара правильный понедельник как меня слышно прошу прощения за задержку возникли несколько скажем трудности у нас технического формата но сейчас все уже разрешили как меня слышно нет ли проблем со звуком и с изображением замечательно так так за отлично так если проблем нет значит можно в принципе уже начинать и те кто присоединился к нам большое спасибо точнее тем кто дождался соответственно выхода в эфир боюсь что многие решили что вебинар сегодня не состоится но в любом случае если мы наберем аудиторию по ходу будет конечно же замечательно но если нет тоже не проблема значит уже посмотрит запись которая будет доступна буквально уже завтрашнего утра на нашем специальном канале на youtube что касается сценарий то как всегда это ключевые фундаментальные события прошлой недели сейчас мы уделяем очень много внимания финансовым рынком и точнее тем скажем фактором а тем событием новостным поводом которые появляются на них потому что каждое событие становится бустом катализатором соответственно для тех инвестиционных идей которые мы закладываем в основу финансовых рынков я традиционный фундаменталист я думаю что разумеется тех кто смотрит постоянно правильный понедельник они это уже знают поэтому прежде всего я стараюсь отталкиваться именно от фундаментальной оставляющей и соответственно уже по желанию кто-то из вас добавляет технику соответственно ищет более объективные сигналы более стоящие и принимают на основании этого уже более может быть даже объективный взгляд на а те инвестиционные идеи которые закладываются в основу нашей спекулятивной деятельности и трейдинг в общем подведем итоги прошлой недели соответственно перейдем плавно на час событий которые у нас впереди то есть в ходе этой пятидневки и традиционным слайдом я обозначу цели может быть даже сказать краткосрочного характера потому что это как раз то чего мы планируем добиться по основным опять же тандему валютных активов в рамках торговой пятидневки поэтому рекомендую вам дождаться конечно же заключительного слайда уже посмотреть на те целевые ожидания и принимать уже собственное решение касательно того что у вас будет на представление о том что можно ожидать от финансовых рынков соответственно то что я вам расскажу и так вырисовывается объективная картина поэтому давайте теперь не будем терять времени и переходить к собственно основным событиям прошлой недели и начнем мы традиционно буквально самого начала и конечно же той динамики которую показывает европейская валюта как вы прекрасно могли заметить евро стартовала на прошлой неделе на мажорной ноте и уже к концу торговой сессии вторника добралась до локального хай который был зарегистрирован в районе 1 13.78 если опять же говорить про причины разумеется это исключительно фундаментальные факторы и обстоятельства и в частности роста евро наблюдался даже на фоне очередного макроэкономического разочарования со стороны европейской статистики индекс потребительских цен германии в месячном эквиваленте так и остался на отрицательной территории минус 0,2 процента и каждый раз когда мы заводим речь как раз о показателях по инфляции я рекомендую вам прежде всего смотреть за динамикой этого показателя в рамках ведущей экономики валютного блока и уже использовать статистику по этому региону для того чтобы определить того что же можно ожидать уже от данных по индексу потребительских оценок касательно всей еврозоны потому что здесь корреляция конечно же присутствует взаимосвязь есть действительно так и последние несколько месяцев ясно нам подтвердили то что эти взаимосвязи нужно искать они присутствуют поэтому получив разумеется слабую статистику по индексу потребительских цен германии у нас уже были объективные основания полагать что стоит дождаться уже отчета в рамках всего валютного блока но уже можно готовиться к тому что статистика будет расчаровывающая если опять же забежать вперед и коснуться макроэкономического резиса заключительной торговой сессии прошлой неделе в пятницу мы принципе в этом прекрасно убедились поэтому наша железная логика общий фундаментальный посыл он сохраняется действует и мы разумеется его не отказываемся что касается других отчетов обязательно стоит отметить данные по индексу бизнес ожиданий прежде всего мы делаем ставку именно на отчеты из you потому что они более объективны чем та же самая статистика ифа если говорить про зью в частности отчет подтвердил очевидный на мой взгляд скепсис со стороны немецких промышленников отношения перспектив национальной экономики индекс настроения в деловой среде института из you просел до 1 и 9 пунктов против прошлого 12 1 если вы вспомните опять же прошлый анализ когда мы добрались до столь слабого показателя как 12 1 я уже отметил что наверное хуже быть не может потому что это самая плохая статистика за последние наверное несколько лет и вот по факту мы получаем то что индикатор реально просил еще сильнее и значит у нас учитывая то что целом фундаментальная картина не меняется есть основания дождаться еще более к сожалению удручающих макроэкономических данных что в целом будет создавать дальнейшее долгосрочное основание для снижения и коррекции главного валютного риска потому что рано или поздно евро все-таки будет отталкиваться от того фона от той макроэкономической картины которая идет со стороны еврозоны потому что национальный актив должен давировать именно на макроэкономическую статистику которая характеризует в целом и показывает состояние общего национального макроэкономического сектора и прежде всего данных по промышленному производству и соответственно темпах экономического расширения а что касается зью я думаю что на фоне того анализа который мы проводим по сути каждый брифинг то есть внимательно детально оцениваем общий фундаментальный фон не уверен то что кто-то сомневался в том что мы увидим в частности такую слабую статистику потому что действительно если индекс опять же института зью доверия бизнес ожидания указывает на то что все в плане настроения хуже некуда значит в принципе это уже объективная ситуация в рамках экономики в целом и на то есть свои определенные предпосылки не стоит забывать также о том что несколько недель назад мы очень много посвящали внимание как раз скандалу вокруг немецкого автогиганта volkswagen в частности этот скандал еще продолжает резонировать состояние национального фондового рынка и в частности я уверен то что volkswagen этот инцидент с экологическими стандартами он будет создавать угрозу для темпов экономического восстановления всего валютного блока потому что в целом на volkswagen держался весь промышленный сектор германии германия это локонатив валютного блока значит можно говорить то что это слабость характерные для еврозоны плюс ко всему не забывайте о том что очень скажем много месяцев мы уже уделяем внимание и слабости развивающихся рынков и здесь уже в основу всего закладываются слабые макроэкономические данные по китаю и эту слабость мы проецируем опять же на общие темпы на восстановление мировой экономики виде то что объективных оснований для улучшения картины и соответственно изменения вот этого негативного позиционирования которые мы закладываем на рынке на позитивное русло их попросту нету поэтому цепляемся за каждый макроэкономический отчет прежде всего о китая и стараемся как раз найти может быть хоть какие-то может далеко скажем идущие последствия макроэкономического характера для того чтобы китай спустя какое-то время нашел основание показал хоть мизерные но все-таки предпосылки для экономического расширения но к сожалению последние месяцы это один исключительный негатив что в целом позволяет нам и дальше позиционно делать ставку на ослабление разумеется рисковых инструментов ну и искать поддержку именно тех активов которые являются традиционной защитой для финансовых рынков это разумеется доллар на который мы активно делаем ставку в плане роста но еще несколько скажем валютных активов такие как швейцарский франк и японская иена но здесь уже отдельные инвестиционные идеи о которых мы собственно поговорим чуть позже если вернемся к китаю то разумеется стоит вспомнить опять же те сценарии поведения трейдеров и инвесторов которые присутствуют на финансовых рынках и а который становится реальностью по причине опять же слабых макроэкономических данных здесь сценарий самый типичный наверное самый прозрачный простой и в случае если мы получаем слабые макроэкономические данные по китай мы видим повышенный спрос на защитные инструменты а франка золото и это в целом оказывает поддержку еще европейской валюте потому что евро у нас традиционный инструмент для валютного скажем для финансирования операций керри трейда и евро это валюта фондирования которая как раз используется для того чтобы залезть в защитные инструменты поэтому тогда когда на рынке вы видите рост главного валютного риска то есть евро если вы видите позитивную бычью динамику по фунту и смотрите на фундамент который реально этому не способствует значит тут же можно обращать внимание на статистику по китаю искать уже все ответы там потому что зачастую на разумеется именно этот сценарий становится определяющим в поведении главного валютного риска если опять же будем говорить про первой торговой сессии прошлой недели то мы разумеется видели роста европейской валюты но как я уже отметил национальный фундамент этому росту явно не способствовал поэтому мы уделяли больше внимания именно а статистике по кита и в целом находили все ответы там идем дальше во вторник отличился еще и на фунт в частности индекс потребительских цен ушел на отрицательную территорию минус 0,1 процента против прогноза ноль процентов действительно те кто делал ставку на рост британца надеялись что общий показатель по инфляции удержится на положительной территории потому что если бы он оказался скажем назначение ниже значит были бы созданы все предпосылки для продолжения спекуляции на тему отложенных скажем решений по повышению процентной ставки и долгосрочно фундаментальный фон именно в таком ключе реализовался даже несмотря на то больше ралли которые мы наблюдаем по британцу а сейчас мы все равно прекрасно понимаем то что у нас есть достаточно предпосылок указывающих на то что потенциально фунта все таки остается в числе аутсайдеров и самое главное просто дождаться той локальной слабости которая должна стать я а действительно триггером и катализатором движения этого актива и как только мы этого дождемся разумеется результатом позволит нам получить тот профит на который мы надеемся который мы ожидаем течение длительного периода времени а сразу после того как был опубликован отчет по индексу потребительских цен в англии разумеется состоялась пресс-конференция а к ней было приковано очень много внимания потому что традиционно после таких значимых макроэкономических отчетов стоит дождаться официальной позиции национальных чиновников чтобы точно получить ответы на те вопросы которые возникают касательно перспектив дальнейшей денежно-кредитной политики и разумеется для того чтобы четко понять ну что же дальше можно ожидать от того национального актива который составляет собственно суть монетарного курса и стоит за экономикой если мы получили тот отчет который указывает на исключительно медвежие перспективы британца давайте теперь переключимся соответственно на комментарии чиновников но я думаю что здесь и уже по факту того что мы слышали они наломали достаточно дрова что в целом позволяет нам наверное с еще больше уверенности говорить о том что британец фактически просто обречен на долгосрочное ослабление и я думаю что это может произойти в самое ближайшее время что же такого интересного мы услышали от банка англии во первых это заявление касательно того что текущий показатель по уровню инфляции в стране разумеется никак не может быть базисом и соответственно основанием для повышения процентной ставки на фоне даже столь слабых макроэкономических данных стоит задумываться о том а не нуждается ли экономика в дополнительных мерах экономического стимулирования и как только мы заходим опять же к определению перспектив дальнейшей монетарной политики с этой стороны мы прекрасно понимаем что если и речь пойдет о дополнительных мерах экономического стимулирования это либо снижение процентной ставки либо расширение действующей программы количественного смягчения и в любом случае любой из этих инструментов со стороны национального мегарегулятора он будет предопределять исключительно слабость для национальной валюты долгосрочного характера поэтому скажем здесь можно сразу сделать маленькую ремарочку и обратиться к тем целям которые стоят поставлены со стороны крупнейших инвестиционных банков и рейтинговых агентств в частности после опять же фактического показателя по слабым данным индексы потребительских цен после такого позиционирования со стороны банк англии сейчас очень многие инвестиционные банки делают ставку на то что пара фунт доллар легко может просесть ниже уровня 1.50 скажем перспективе 1.25 поэтому с текущих уровней это практически полтысячи пунктов разумеется для долгосрочных трейдеров здесь очевидно что есть за что побороться потому что цель но она по крайней мере достойна того чтобы на нее обратить и если ее удастся обратить внимание если удастся реализовать разумеется этот потенциал то профит также будет достаточно интересным что касается позиционирование которое ранее присутствовало на рынке и она предполагала возможность повышения процентной ставки я думаю что здесь разумеется совершенно очевидно пока об этой теме стоит забыть потому что мы не имеем сейчас достаточно оснований чтобы говорить о возможности реализации такого разумеется сценария в рамках действия монетарных властей британского происхождения поэтому логичные реакции британца на опять же формулировки банк англии на выход столь расчаровывающих макроэкономических данных стала просадка в частности мы видели то что фунт по итогам вторника потерял около 100 пунктов и просел в район 1.52 а 46 что касается пары доллар японская иена она продолжила консолидироваться рядом с уровнем 120 и в принципе каждый раз когда мы в ходе правильных понедельников разумеется подходим к перспективам этого тандем валютных активов мы постоянно констатируем тот факт что пара практически не сдвигается с этого уровня консолидация рядом с значением 120 уже продолжается несколько недель подряд достало это конечно же значение сам лично хочу чтобы пара юзди иена пошла повыше потому что наша цель долгосрочного характера предполагается возможность закрепления выше и мы собственно нашли достаточно фундаментальных оснований чтобы объяснить реальные предпосылки для этого движения и наличие всех оснований для того чтобы этот сценарий был реализован но пока собственно мы предполагаем рынок располагает и не дает нам насладиться возможной реализации этой инвестиционной идеи но я думаю что нужно немного подождать и самое главное не нужно сворачивать с той тропы реально выбранного правильного вектора движения который будет реализован и разумеется позволит нам закрыть еще одну профитную сделку долгосрочного характера другие макроэкономические отчеты в частности здесь стоит уже плавно перейти на китай потому что китай еще раз повторюсь на текущий момент является для нас настоящим барометром вообще всех инвесторских настроений потому что все пляшет именно от поднебесной каждый макроэкономический отчет мы стараемся проанализировать не только с точки зрения влияния и объективного отражения цифр касающихся национальной экономики но мы используем эту статистику для того чтобы определить и перспективы мировой экономики в целом и разумеется спрогнозировать влияние этой статистики на другие валютные активы на ту же самую европейскую валюту на фунт на иену на франк на доллара ну в общем на все валютные инструменты которые мы используем опять же в спекулятивной деятельности статистика была хуже некуда снова исключительно один негатив экспорта снизился до минус одного и одного это третий месяц подряд между прочим если скажем забыли напоминаю что три месяца подряд исключительно слабых макроэкономических данных это то основание которое позволяет нам констатировать уже не стагнацию а полноценную рецессию что касается импорта здесь еще хуже статистика минус 17 7 процента здесь уже 11 месяцев подряд снижения думаю что на фоне текущего состояния торгового баланса разумеется ничего хорошего нельзя было ожидать по общим темпам экономического восстановления по промышленному сектору по инвестициям капиталовложениям в экономику буквально сегодня на азиатской торговой сессии когда был опубликован целый блок макроэкономических данных мы только убедились в том что слабость она скажем объективно а касается всего сектора всей экономики и к сожалению китай по-прежнему остается для нас темой номер один с точки зрения опять же долгосрочного определения тех целей которые мы ставим по основным тандемам валютных активов снижалось также в среду и нефти в частности бренда ушел ниже уровня 50 долларов за баррель я отмечал что когда мы наблюдали выпад фактически в район 55 долларов за баррель я отметил то что мы имеем дело скорее всего сложным восходящим ралли потому что объективная картина она по-прежнему не создает оснований для того чтобы бренд смог выбраться из тех коррекционных и медвежьих рубежей в которых он пребывал долгие месяцы поскольку мы продолжаем делать ставку на переизбыточность предложения и разумеется не верим тем комментариям которые идут периодически со стороны и опек и сша касательно того что слабые инвестиции станут причиной разумеется падения и объемов выработки в рамках этих регионов и на прошлой неделе мы обратили внимание после опять же этого ложного локального ралли на ту статистику которая была опубликована по объемам производства пришли к выводу о том что никакого снижения не происходит и напротив объемы продолжают расти как в рамках опек так и в рамках соединенных штатов америки поэтому в целом у нас по-прежнему нефти это аутсайдер рынка я не устаю повторять это буквально каждую неделю и еще раз напоминаю что наверное единственный фундаментальный фактор который позволит поискать нам оснований для покупки бренда и wti это вот запланированное заседание ближневосточного картеля опека может быть на нем будут присутствовать еще и представителей других производителей где снова будет поднят вопрос касательно текущей квоты производства нефти на текущий момент она находится на уровне 30 миллионов баррелей в сутки а фактически объем уже существенно не превосходит если уже в декабре мы получим объективное свидетельство на со стороны того что эту квоту нужно корректировать потому что вроде бы как и опек тоже заинтересован в соответствующих высоких ценах на нет тогда да мы изменим собственному позиционированию и будем искать возможности и уровни для покупки но пока до декабря еще очень много давайте не будем скажем абстрагироваться от реально стоящего фундамента который позволяет создавать достаточно хороших и привлекательных оснований для долгосрочной продажи бренда и я снова повторяю что наша ближайшая цель предполагает возможность коррекции этого актива в район даже 45 долларов за баррель потому что по моему субъективному мнению дно мы еще не достигли в среду ситуация только ухудшилась по крайней мере с точки зрения интереса инвесторов к рисковым инструментом частности европейская валюта добралась до уровня 1 14 88 и на рынке стали всерьез поговаривать о том что пара евро доллар вопреки присутствующим фундаментальным обстоятельствам реально нацелилась на локальные хай которые были собственно зафиксированы в момент краха китайского фондового рынка то есть если мне не изменяет память опять же локальный хайп евро доллару был в районе 1 а 17 даже 1 17 небольшим и когда пара добралась до отметки 1 15 действительно до уровня 1 17 там рукой было подать но опять же основания для коррекции евро присутствовали потому что мы все прекрасно понимали что европейская валюта растет исключительно не под воздействием национального макроэкономического фона потому что в рамках еврозоны каждый день мы констатировали ну каждую неделю это уж точно констатировали исключительную слабость как промышленного сектора сектор услуг темпов экономического восстановления вот скажем последним гвоздем в крышку гроба всего валютного блока стала статистика по инфляции потому что здесь уже реально можно закрыть глаза на какие-либо вообще темпы экономического восстановления их я думаю что не будет наверное на протяжении ближайших двух-трех кварталов и до тех пор пока европейский центральный банк не сможет найти достаточных инструментов чтобы разогнать общий показатель уровня а инфляционного давления и опять же полномерно возвращаемся к теме дополнительных мер экономического стимулирования без которых и cb не справится но это затяжная долгосрочная идея я также предлагаю вам ее не упускать из вида руководствоваться ей потому что если проигнорировать ее сейчас как только она станет реальностью вы можете просто упустить очень хорошую сделку направленную на ослабление главного валютного риска если говорить про статистику исключительно валютного блока в частности еще конца прошлой недели у нас была возможность проанализировать состояние промышленного сектора еврозоны здесь как я уже отметил основа слабый махро экономический отчет потому что промышленное производство просела на 0,5 процента в месячном эквиваленте против прошлого роста на 0,8 процента годовой показатель 09 против прогноза 1 и 8 и в целом такой фундамент должен был создать разумеется все основания для того чтобы активно распродавать главный валютный риск в рамках торговой сессии но этого не произошло потому что более стоящей опять же и более влиятельной на статистикой в этот день были данные из китая и в целом я уже обрисовал тот сценарий который присутствовал на рынке касательно того что слабая китайская статистика провоцирует трейдеров на уход в защитные активы для того чтобы финансировать собственно сделки по покупке защитных инструментов лучше использовать валюту за которой стоят регуляторы самыми низкими процентными ставками европейская валюта у нас среди скажем в рамках данного сценария среди прочих валютных конкурентов является самым привлекательным инструментом поэтому используя ставку 0,05 процента разумеется можно затариться европейской валюты уже использовать эти денежные средства для того чтобы активно залезть в защитный инструмент и пересидеть там неопределенность на финансовых площадках и риски или лучше сказать панические настроения трейдеров которые возникают и имеют место быть по факту слабых китайских данных это сценарий себя оправдал в принципе и на прошлой неделе тоже если коснуться сегодняшней торговой сессии напомню что я уже отметил сегодня утром были опубликованы данные по ввп по инвестициям капиталовложения в состояние промышленного сектора статистика плохая и логично было бы ожидать что она станет причиной точно такого сценария который я сейчас описал но этого не произошло я думаю что здесь есть более серьезный уже национальный фундамент об этом я расскажу уже в ходе завтрашнего брифинга но отмечу также что речь идет пока о вербальных заявлениях касательно дополнительных мер экономического стимулирования со стороны европейского центрального банка в общем готовимся к решительности ецб и быть может уже 22 октября то есть в этот четверг европейский центральный банк перестанет стоять в сторонке и наконец таки даст участникам рынка и разумеется тем трейдерам которые делают ставку на снижение коррекцию главного валютного риска то объективное фундаментальное основание за которое стоит зацепиться и соответственно сделать ставку на сел разумеется европейской валюты против я думаю что можно сказать буквально всех основных своих конкурентов идем дальше что касается динамики американской валюты в среду по причине опять же перетока капитала и инвестиции в японскую валюту из-за спроса на защитный инструмент американец был вынужден сдавать слабеть это также вполне предсказуемый сценарий но я не считаю то что опять же это слабости будет иметь долгосрочный характер и стоит отказываться соответственно от покупок американца и даже текущее значение то что опара юсди иена консолидируется недалеко от уровня 120 но чуть выше уровня 119 реально создает те основания чтобы полномерно делать долгосрочную ставку на роста именно соответственно американской валюты но стоит дождаться только подтверждения дополнительных сигналов в качестве таких можно отметить комментарии представителей фрс которые буквально имеют место быть фактически каждую торговую сессию в частности сегодня мы будем следить за выступлением дадли это наш традиционный друг который обычно высказывает достаточно много комплиментов касательно американской экономики и добавляет уверенности тем трейдерам которые делаю ставку на рост американцы потому что опять же заявление дадли о том что он готов отдать свой голос за повышение процентной ставки достаточно того чтобы уже на фоне только одних ожиданиях начать смещать фокус возможного решения в пользу опять же большинства которые выскажутся за необходимость нормализации денежно-кредитного курса вот по итогам уже следующего заседания фрс и того свидания где будет приниматься решение об ужесточении монетарной политики что касается уже макроэкономических данных американского происхождения то здесь можно начать срочных продаж в сша в частности отчет оказался не такой хороший как хотелось бы его увидите 0,1 процента прироста в месячном эквиваленте против прогноза 0,2 процента также стоит снова отметить британскую валюту против доллара которая добралась до локального хая 1 55 и действительно даже я уже начал сомневаться в пользу того что если основание для возвращения собственно фунта против доллара в район 1 50 потому что такое чрезмерное ралли а фактически около 400 400 пунктов буквально за несколько дней она разумеется создала массу опасений за для реализации обычного потенциала то есть медвежьего потенциала но и разумеется заставило много трейдеров отказаться от своих прежних сделок которые были направлены на ослабление фунта и рассмотреть возможности для занятия длинных сделок я очень надеюсь то что вы все-таки не пока совершили такую ошибку потому что по-прежнему мы обрисовываем достаточный фундамент указывающий на то что фунт может в любой момент развернуться и показать еще а те уровни которые мы не видели много месяца напомню что это значение 1 50 что касается статистики что же стало причиной укрепления и усиление позиции британца в частности здесь стоит отметить данные по британскому рынку труда потому что по факту отчета мы видели то что уровень безработицы снизился до 5 4 процента это практически только единственное значение при этом рост доходов составил всего лишь 2 и 8 процента против прогноза 3 процента трейдеры почему-то высмотрели в этом весомый повод для более раннего повышения процентной ставки но здесь я также хочу снова сделать ремарку исключительно не собираюсь навязывать вам свою позицию но просто хочу чтобы вы понимали четкие взаимосвязи и параллели которые вообще стоит проводить по факту публикации данных по рынку труда ставка по безработице уровень безработицы действительно здесь позитив очевиден 8 лет мы не видели 7 лет мы не видели такой хорошей статистики но вопрос заключается в том что мало-то мало просто показать нужно еще и соответственно удержаться на этом значении но поскольку параллельно с этим отчетом были опубликованы данные о том что количество безработных увеличилось я думаю что уже следующий показатель то есть по итогам октября укажет нам на то что уровень безработицы снова поднялся может быть на 0,1 или на 0,2 процента теперь что касается роста доходов исходя из классической экономической теории действительно рост доходов если он оказывается на достаточно высоком уровне 2,8 это неплохо конечно же в частности американские статисты просто мечтают о таких показателях по британии это уже реальный совершившийся факт но 2,8 процента это слишком мало для того чтобы разогнать показатель по индексу потребительских цен с чем это связано потому что это связано с тем что параллельно с ростом зарплатных плат для выхода опять же общего показателя по инфляции на целевые значения общая производительность должна слабеть но сейчас в рамках британии она растет примерно на полтора процента а значит если целевой показатель в два процента по индексу потребительских цен рост производительности полтора процента Значит, чтобы действительно создать условия для разгона индекса потребительских цен, нужно, чтобы зарплаты росли примерно на 3% ежемесячно или даже лучше сказать на 3,5%. Это уж наверняка и точно. Если бы мы увидели 3,5%, тогда я бы первым дал сигнал на то, что от слабости британца, от идеи, предполагающей возможное ослабление фунта, стоит отказываться и можно вставать в долгосрочные затяжные ланги по паре фунт-доллар. Но фактически отчет не 3,5%, а 2,8%. Это мало, чтобы вывести показатель потребительских цен на целевое значение в 2%. А значит, на макроэкономический фон эту статистику можно смело закрыть также глаза и все-таки прекрасно понимать, что у нас достаточно оснований, у нас более объективный взгляд и реальные цифры, указывающие на то, что фунт все-таки является сейчас ложным с точки зрения покупок активом. И самое главное, просто сейчас не поддаться на это всеобщее рыночное заблуждение. Держать свою позицию, разумеется, не изменять своему собственному позиционированию, потому что с точки зрения, опять же, логичного обоснования, с точки зрения актуального фундамента, ожидание ослабления фунта – это правильная позиция. От нее не нужно ни в коем случае сейчас отказываться. Что касается других инструментов, в частности, можно тут плавно перейти к торговой сессии четверга, потому что мы, в прямом смысле, в четверг имели уже дело с обратной тягой. В частности, в четверг после затяжного роста начали проседать уже и фунт, и евро, и австралийцы, и новозеландцы. Слабеть стала, в частности, и японская иена и создала достаточно оснований для роста американской валюты. Коррекция евро началась с самого утра, и причиной, по сути, изменения фактической траектории движения главного валютного риска стали комментарии представителей Европейского Центрального Банка и еще по совместительству председателя Банка Австрии Вальда Навотный. В частности, он высказался в пользу того, что Европейский Центральный Банк фактически в одном шаге от решения по расширению программы количественного смягчения, и, быть может, это решение мы услышим в этот четверг. Собственно, мы настраивались на эту дату уже давно, и сейчас видим то, что возможность такого сценария подтверждается уже еврочиновниками. Что касается интерпретации этих заявлений и того, что имел в виду Навотный, разумеется, он имел в виду необходимое задействование более агрессивного выкупа активов и, разумеется, увеличение действия текущей программы количественного смягчения, может быть, по срокам, ну или еще лучше, конечно же, по объемам. А сегодня мы имеем дело с программой количественного смягчения в 60 миллиардов евро в месяц, и если ЕЦБ все-таки решит быть проактивным, программа количественного смягчения может прибавить легко еще миллиардов 15-20, соответственно, добраться до 80 миллиардов евро в месяц, что потенциально в перспективе 2-2,5 лет расширит баланс ЕЦБ больше, чем на 2 триллиона евро и, соответственно, создаст серьезное основание долгосрочного характера для коррекции главного валютного риска. Если это решение будет анонсировано уже в этот четверг, разумеется, здесь даже Китай уже не поможет евро, потому что бороться с таким перевесом фундаментального характера евро уже не сможет, потому что если раньше все трейдеры и участники рынка гадали, что этот сценарий может быть реализован, то его фактическая реализация, разумеется, поставит под сомнение все идеи, которые предполагают рост главного валютного риска и откроет дорогу только для реализации среднедлагосрочных, соответственно, инвестиционных идей, предполагающих ослабление пары евро-доллар, и это ослабление может быть весьма значительным. Напомню, что программа количественного смягчения по факту своего запуска в марте 2015 года стала причиной ослабления пары евро-доллар больше, чем на 400 пунктов. То же самое может, в принципе, случиться и сейчас. Самое главное – не потерять возможность занятия короткой сделки по евро-доллару по самому комфортному и выгодному уровню. И чем выше евро-доллар торгуется сейчас, тем, соответственно, больше у нас возможностей, чтобы поискать и, собственно, найти этот хороший и максимально привлекательный уровень. Я рекомендую вам рассмотреть, опять же, перспективы евро-доллара с точки зрения возможностей этого сценария. И не забывать о том, что мы все-таки имеем дело сейчас с серьезным фундаментом, который указывает как раз на возможности просадки евро-доллара ниже уровня 1.10. То есть сейчас с текущих значений это больше 200 пунктов. Но если евро-доллар сможет уйти ниже поддержки 1.10, там уже, наверное, даже с точки зрения техники будут маячить все условия для того, чтобы пара просела даже в район 1.05. Ну и если это уж произойдет, тогда мы снова будем возвращаться к совсем уж долгосрочным инвестиционным идеям со стороны инвестиционных банков, которые прочат на долгосрок для пары евро-доллара движение даже в район паритета. Но это не скоро еще, скажем так, мягко говоря. Нам достаточно пока все-таки получить сигнал со стороны ЕЦБ о том, что есть причины для слабости. Если мы его получим, тогда уже сможем, разумеется, эффективно распорядиться этим фундаментальным фоном и прокатиться на долгосрочные инвестиционные идеи по главному валютному риску. Теперь, что касается снова данных по США, стоит обязательно сказать про статистику, которая была посвящена уровню инфляции. Это самый важный макроэкономический релиз, наверное, после протокола ФРС и фактические решения по ставке. Потому что если мы не видим реальных оснований для того, чтобы ФРС переходила уже к ужесточению монетарной политики, значит, нам нужно искать те основания, те факторы и ту поддержку, которая может все-таки стать причиной изменения позиционирования и изменения мнения от Джанет Хеллин, то есть это подседатель ФРС. И в качестве такого здесь стоит обязательно отметить данные по инфляции, потому что, судя по позиции голосующих членов, именно слабые данные по индексу потребительских цен в рамках США и являются ключевым сдерживающим обстоятельством, не позволяющим выйти на решение по нормализации денежно-кредитной политики. То есть все цепляются действительно за то, что индекс потребительских цен находится на фактически нулевых значениях. И если нет оснований для приближения его, либо хотя бы движения в район целевого значения, это 2%, значит, с решением о повышении процентной ставки лучше подождать более подходящих времен и, соответственно, пока создать на рынке те обстоятельства, которые будут способствовать разгону индекса потребительских цен. Но на самом деле не все так плохо, как прогнозировали многие аналитики. Я заранее говорил, что индекс потребительских цен имеет все-таки предпосылки для того, чтобы удержаться на положительной территории, не показать вслед за Банком Англии и, соответственно, Еврозоной отрицательные значения. И в целом наши ожидания были подтверждены, потому что годовой показатель удержался на положительной территории. Это, конечно же, не прирост еще, но то, что он не ушел в красный сектор, в отрицательную зону, это уже большой позитив. Что в целом позволяет нам следить, наверное, с еще большей уверенностью в том, что следить за комментариями представителей ФРС с точки зрения того, что их субъективная оценка по перспективам американской экономики будет уже предполагать возможность расширения показателей по темпам экономического роста. Я уже не думаю, что они будут цепляться за слабость показателей по инфляции. Но это уже моя субъективная позиция. В частности, говоря про другие макроэкономические данные, помимо отчета по инфляции, разумеется, был еще в четверг опубликован традиционный релиз по состоянию американского рынка труда, это заявки на пособие по безработице. По факту отчета 255 тысяч новых заявок против прогноза 270. Здесь также несомненный позитив, потому что, если даже отталкиваться от цифр, то, что они держатся ниже 300 тысяч, это уже серьезное основание для того, чтобы в перспективе, может быть, даже оставшегося квартала вывести общий уровень безработицы ниже 5%. Я считаю, что именно туда мы и идем. На текущий момент уровень безработицы 5,1%. Но, судя по такой статистике и по заявкам, я думаю, что, может быть, в декабре мы сможем вместе с американскими статистами констатировать уровень безработицы даже в районе 4,9%. Если это произойдет, разумеется, тогда все заговорят о том, что американская экономика готова к повышению процентной ставки. Но я думаю, что к этому моменту USDJ сможет забраться уже очень высоко. Нам самое главное не упустить также возможность, чтобы купить американца против иены и правильно распорядиться этим актуальным новостным и фундаментальным фоном. Также хочу сказать пару слов про нефть снова, поскольку в четверг у нас были данные по запасам нефти и нефтепродуктов. И, как мы и предполагали, из-за сезонных факторов недозагруженности производственных мощностей у нас, собственно, по факту цифры 7,6% прироста запасов против прошлого 2,8%. То есть это уже вторая неделя подряд прироста. Если у нас и, собственно, на этой неделе будет столь же позитивный фон, значит, мы будем еще больше, скажем, позиционировать идею, предполагающую возможность ослабления бренда. Потому что рост запасов – это серьезный фундаментальный фактор, который создает для этого все основания. Поэтому бренд продолжил снижение. В частности, мы увидели значение 48,5%. Сейчас, правда, бренд торгуется чуть повыше. Но я думаю, что снижение ниже этого рубежа – это также вопрос ближайшего времени. Потому что буквально самые актуальные и свежие новости, указывающие на то, что в ОПЕК снова растут в рамках ОПЕК запасы и, соответственно, объемы производства и выработки. С этого я начал брифинг. Для тех, кто следит, опять же, за динамикой бренда или WTI, этот фон является определяющим для того, чтобы определить все основания для, соответственно, затяжного ослабления бренда и WTI. Напомню, наша цель – это движение в район 45%. Ну и что касается заключительной торговой сессии прошлой недели, здесь у нас статистика по инфляции в еврозоне. В частности, годовой показатель ушел ниже, соответственно, нулевой отметки и, по факту, минус 0,1%. Значит, у нас слабые данные по Германии подтвердились уже через слабую статистику всего валютного блока. И мы получили еще один сигнал в пользу ослабления евро. Теперь нам, собственно, остается только дождаться четверга, посмотреть за позиции, разумеется, Европейского центрального банка. И хотелось бы, конечно же, получить все-таки подтверждение, ну или, по крайней мере, хотя бы какой-то вербальный намек на то, что ГЦБ будет, наконец-таки, действовать и перестанет томить, вводить, соответственно, за нас участников рынка и анонсируйте самые меры, которые мы с вами ждем уже, наверное, месяца три. Это меры, которые предполагают расширение программы количественного смягчения. Что касается важных отчетов этой недели. Завтра у нас протокол заседания резервного банка Австралии и разрешение на строительство в США. Самый важный, конечно же, отчет по Австралии, хотя я также не думаю, что волатильность будет аховая. В целом, говоря про перспективы австралийца. Еще раз напоминаю, что на прошлой неделе мы уже получили достаточно, скажем, светильство того, что австралийца будет позиционно слабеть. Почему? Потому что коммерческие банки стали активно повышать ставки по ипотеке, что в целом ужесточает, опять же, общую монетарную картину на внутреннем рынке и провоцирует резервный банк Австралии, чтобы нейтрализовать эти негативные последствия, действовать на опережение и снижать процентную ставку. То есть до конца этого года с 90% вероятностью мы увидим еще один шаг по смягчению экономической политики, что в целом может отобрать у австралийца против доллара не меньше, наверное, 150-200 пунктов. Наша цель – это движение по паре OutUSD, соответственно, ниже уровня 0.70. Я отмечал то, что есть даже шансы зацепиться за поддержку в районе 0.68. Что касается среды, здесь также отчетов не так уж и много. И, в частности, самое важное из них – это решение Банка Канады по процентной ставке. Но еще стоит отметить изменение запасов нефти и нефтепродуктов. В целом, я уже отметил, что есть ожидания касательно того, что запасы снова подросли. Если это так, значит, будем также тотально делать ставку на сел по бренду. И я думаю, что увидим в конце этой недели значение даже ниже, гораздо ниже текущих и актуальных ценовых рубежей. Что касается Банка Канады, то вряд ли, конечно же, канадский мегарегулятор сейчас пойдет на снижение процентной ставки. Потому что, вроде бы как, и позитив на рынке недвижимости еще прослеживается. Но и для того, чтобы перейти к такому агрессивному шагу экономического стимулирования, нужно точно убедиться в том, что прежнего шага недостаточно. Потому что низкие процентные ставки, они также не совсем благоприятно сказываются на экономике. Сейчас канадскую валюту, точнее за последнюю неделю, вытягивали только котировки цен на черное золото. Потому что Канада, собственно, так же, как и другие сырьевые экономики, зависящие от стоимости сырья, действительно ориентируется, прежде всего, на актуальные цены по ключевым нефтяным активам. И, собственно, позиция национальных валют пляшет уже от реальной картины, складывающейся вокруг нефти. Сейчас, если мы сделали ставку на ослабление Brent и WTI, значит, у нас есть также серьезные предпосылки, опять же, логичного характера ожидать слабости от канадской валюты. То есть, по USDCAD мы снова ждем движения пары в район 1.35, это долгосрочная идея. И до конца этого года мы непременно должны увидеть еще одно снижение процентной ставки, но произойдет это с большой долей вероятностью не в эту среду, а позже, в этом году. То есть, наверное, в декабре уже. Что касается четверга, здесь сессия, скажем, основная в рамках этой недели, потому что в четверг у нас долгожданное решение ИЦБ по процентной ставке. И, что еще важнее, это пресс-конференция и комментарии Европейского Центрального Банка по, соответственно, дальнейшему вектору монетарной политики. Ставку не изменит, но нас интересует программа количественного смягчения, о чем я, в принципе, уже говорил. Соответственно, если в ходе пресс-конференции Марио Дораги, председатель Европейского Центрального Банка, скажет о том, что без более агрессивного выкупа активов ИЦБ уже не может бороться с низкими показателями по инфляции, значит, будем готовиться к распродажам европейской валюты. И вероятность этого сценария очень высока, потому что за последнее время, особенно после слабых данных по инфляции потребительских цен, у нас реально достаточно фактов, статистики, предположений, опять же, мнений участников рынка, которые создают условия для долгосрочной распродажи главного валютного риска. Стоит только теперь дождаться официальной позиции монетарных властей, но вряд ли они будут отнекиваться, скажем, и выступать против расширения программы количественного смещения после того, как годовой показатель по индексу потребительских цен закрепился уже в дефляционной зоне. Здесь, наверное, квить уже нечем, вопрос будет задан напрямую, вы понимаете, что в случае промедления потребительская активность будет и дальше слабеть, и, соответственно, создавать риски для экономического расширения. Думаю, ответа на этот вопрос не последует. И единственное, что ЕЦБ сейчас может сделать, это все-таки, опять же, быть проактивным, быть более решительным мегарегулятором и, разумеется, думать на перспективу, понимая, что промедление сейчас может создать еще большее количество рисков на будущее. Поэтому ждем все-таки этих прорывных решений, долгожданных поводов, которые позволят нам приблизиться к нашей долгосрочной идее по паре евро-доллар и все-таки просесть в район 1.10. Ну и что касается пятницы, здесь, помимо данных по индексу деловой активности в производственном секторе и маркет еврозоны, будут еще опубликованы данные по инфляции в Канаде, аналогичный отчет по деловой активности в США. Но самый важный релиз – это производственный сектор по Китаю. Потому что, напомню, что именно прошлый релиз PMI-Kakin Китая стал причиной чрезмерного роста главного валютного риска, потому что спровоцировал очень много паники среди участников рынка касательно перспектив общей мировой экономики. Если промышленный сектор просядит сейчас, значит, помимо того, что у нас уже есть фактические цифры того, что ВВП Китая также полномерно просел до 6-9%, но из-за слабости промышленного сектора можно будет замахиваться на цифры еще ниже. Если это случится и, соответственно, этот сценарий реализуется, значит, снова повысится привлекательность франка, японской иены и производных финансовых инструментов, прежде всего, американских облигаций. А вот европейская валюта от этого может только выиграть. Но здесь стоит, опять же, отметить события четверга, которые мы, по сути, уже проехали. Все-таки, если в четверг мы услышим то, что хотим услышать, по факту более агрессивных действий по экономическому стимулированию, этот фон, признаюсь, будет еще более существенным. Поэтому на Какин, может быть, даже этот показатель можно будет проигнорировать, но это также не факт. Все-таки все будет зависеть от четверга. Но в любом случае, каждый день у нас проходят брифинги. Я, разумеется, с удовольствием буду вас всех там видеть. Не пропускайте их, потому что каждый день это актуальные цифры, актуальная статистика. И, разумеется, тот фундаментальный фон, который и создает, формирует настроение на всех финансовых рынках. Ну и, как обещал, прогнозы по основным валютным парам. Это евро-доллар, аут-юсд, юсд-иены и фунт против доллара. Вы сейчас видите на своих экранах. Евро-доллар 1.1250, аут-юсд 0.72, доллар-японская иена. Возможно, доберемся до сопротивления 120-50. Но, что касается фунта, здесь стоит сделать большую ставку на возможность ослабления этого рискового инструмента. Если есть вопросы, конечно же, задавайте, с удовольствием на них отвечу. Да, так получилось. Извините, пожалуйста, конечно же. Столкнулись мы с форс-мажором, не, скажем, преодолимы силы. Завтра все будет в привычном формате, и мы, соответственно, продолжим их снимать. Владимир, очень глубокий вопрос. Я не думаю, что к перспективам нефти стоит, скажем, подходить с точки зрения позиционирования санкций. Это, скажем, не совсем стопроцентный фундамент. Здесь есть куда более локальных факторов достаточно, и, в частности, опять же, те запасы, о которых я вам говорил. Актуальная статистика буквально через несколько дней, и, разумеется, продолжаем еще следить за фундаментом, который связан с возможностью внеочередной встречи ОПЕК с представителями пищевых производителей. Что касается золота, как и всегда, здесь позиционирование неизменно. Все-таки по мере спекуляций на тему повышения процентной ставки ждем, соответственно, роста американца, ну и, разумеется, слабости золотого актива, да и, в принципе, всех драгметаллов. Поэтому в рамках этой пятидневки я думаю, что золото может лишиться, наверное, долларов 10-15 вполне возможно. Что касается Новозеландца, завтра я включу его в брифинг, и, соответственно, поговорим уже касательно актуального новостного фона. Поэтому еще один повод, чтобы непременно посмотреть завтрашний брифинг.